Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Рубрика «Видеоответ» и сегодня я вам расскажу свое мнение, свое видение на телесериал, который называется «Анортодокс» или «Неортодоксальная». Сериал очень интересный, состоит из 50-минутных серий, их всего 4, посмотрите, обязательно, очень познавательный и раскрывает психологические травмы главной героини. Ну, во-первых, я чуть-чуть вам расскажу, небольшой спойлер, сериал о общине ортодоксальных евреев, которые живут в США, в Соединенных Штатах Америки, в Нью-Йорке. Это религиозное сообщество, которое находится внутри системы, и, возможно, у кого-то сложится впечатление о том, что вся национальность является вот такой же. Я вам сразу хочу сказать, что у меня есть опыт общения с религиозными евреями, мы дружим, это обычные нормальные люди, которые веселятся, празднуют, пьют даже вино, отмечают какие-то праздники, они улыбаются, у них часто хорошее настроение, и они получают удовольствие от того, что соблюдают какие-то религиозные догмы, правила и все 613 заповедей. Я смотрела сериал до пяти утра, я просмотрела одним махом все четыре серии, честно вам скажу, прорыдалась, ну, как обычно, потому что это задевает мою боль и мою травму, которую я когда-то прожила. Но! Не нужно делать вывод о том, что вся национальность вот такая. Здесь, скорее всего, режиссер хотела показать систему, которая есть не только в ортодоксальном данном обществе, но есть и в других системах тоже. То есть выход из этой системы сопровождается вот такими сложными, трудными шагами. Иногда даже человек ради этого идет против себя, идет против своих родителей, идет против правил, которые, в принципе, нарушать нельзя, и никто никогда их не нарушал. Глядя на этот фильм изнутри, можно сказать, что автор где-то прожила эту историю тоже. И я, будучи зрителем, который тоже пропустил это через себя, который тоже когда-то вырвался из этой системы, пошел против правил, пошел против системы общества, пошел против устоев, традиций и культуры, которые прививаются нам, нашими родителями, нашими предками, нашими взрослыми. Я могу сказать, что внутри системы так оно и есть. То есть человек, живущий внутри этих правил, он живет для системы, но не для себя. Соблюдая все вот эти правила, все ограничения, догмы, шаблоны, запреты, заповеди, он в первую очередь нарушает какие-то договоренности с собой. То есть если человек живет в этой системе, получает от этого удовольствие, ему это приносит радость. Служение Всевышнему, служение своим родственникам, служение общине, это один вопрос. Но если человек творческий, он живет из внутренней боли в этой системе, то, конечно, эти запреты могут привести и к психологической травме в том числе. Плюс для людей, которым важны внешние правила, которым они будут соблюдать, у этих людей, скорее всего, присутствует травма ригидного. Что это такое? Это травма, нанесенная в детстве неосознанно ребенку взрослыми, проявляющаяся во взрослом возрасте как любовь к порядку, к системе и к правилам, которые будут ему оглашаться извне. То есть этому человеку всегда нужно состоять в каких-то структурах. Это либо военный служитель, это либо религиозный человек, либо человек, состоящий в какой-то системе, правила которой ему будут диктовать извне. То есть не всегда он внутренне может быть согласен с этими условиями, но ему важно, чтобы система была для него опорой. То есть, живя внутри этой системы, у него как бы есть фундамент под ногами. Он понимает, что в случае чего он может обратиться к этой системе, которая всегда ему даст ответ на внутренний вопрос. Но если человек творческий, креативный, если у него душа поет, если внутри него музыка, если он хочет наслаждаться жизнью и удовольствиями так, какой это жизнь является, к сожалению, он не сможет жить внутри системы. Как произошло это в моем случае? Когда в 18 я вступала в эту систему, я понимала, но опять же я хочу, чтобы вы понимали, это не ортодоксальная система, это немножко другое. У меня папа очень строгих правил, как-то я не могла пойти против своего восточного воспитания. И когда в 18 я вступала в эту систему, соглашалась на все эти условия, может быть, психика еще была не окрепшая, я не понимала, на что я иду, мне казалось, что это и есть счастье. Но когда уже в 30 лобные доли созревают и клетки головного мозга начинают иначе снабжаться кислородом и кровью, у человека происходит трансформация осознания, и он понимает, что что-то идет не так. Так, система не работает, это не делает меня счастливее, это не делает меня гармоничнее, это меня не радует, не приносит мне удовольствия, счастья и наслаждения, к которому я стремлюсь. Соответственно, выхода только два. Либо я покидаю эту систему, нарушая все правила, догмы и где-то соглашаясь с тем, что мои любимые люди могут от меня отказаться. Либо я нахожусь в этой системе и предаю себя, изменяю себе, но при этом я угодно обществу, угодно вот этой самой общине. Людям, у которых есть травма ригидного, им очень важно, чтобы были какие-то правила извне, которые они будут соблюдать. И благодаря соблюдению этих правил они чувствуют себя живыми. Это так же, как сейчас в режиме самоизоляции, тревожным людям, у которых мнительный тип личности, им очень удобно, что есть сейчас определенная ситуация, ради которой они могут официально испытывать страхи, официально тревожиться. Очень приятно, что в данной картине девочка прожила всего год со своим супругом, а не несколько десятилетий, как некоторые, да, и поняла сразу, что к чему, что где не так. Приняла решение и уехала в другую страну вообще. Это тоже огромная сила духа, это тоже сила воли, это тоже волевой характер. И это истероидный тип личности, который склонен принимать эмоциональные решения, нерациональные, необдуманные решения на подавлении своих эмоций. То есть человек, желая внутреннего счастья, он идет на все шаги вовне для того, чтобы это счастье получить, потому что он понимает, что душа гибнет, так как жил он раньше, он больше не может. Душа требует полета, душа требует реализации. У кого-то это картины, у кого-то это музыка, у кого-то это стихи, у кого-то это психология. Но внутри системы это реализовать невозможно, нереально, кроме осуждения, запретов, кроме лишений. Ни к чему это не приведет, соответственно, нужно либо выходить из системы и рвать все связи, либо оставаться внутри системы, жить по этим правилам, что для души человека фактически невозможно. То есть люди, которые живут в этой системе, они на самом деле ощущают себя достаточно защищенными. Система является для них опорным инструментом, который им дает чувство безопасности. Самое главное правило этой системы – быть, а не казаться. То есть если человек ощущает себя комфортно, если ему подходят эти правила, если он готов соблюдать определенные нормы и догмы, совпадающие с его велениями души, то это прекрасно. Он живет в этой системе и даже не готов посмотреть на что-то, что есть вовне. Но если у человека это вызывает жуткое сопротивление, непринятие, негодование, его душа рвет и мечет, то, к сожалению, так как показано в фильме, человеку приходится рвать все концы. В данном фильме очень хорошо актриса сыграла вот эти стяжания души. Питание, отъезд из собственного дома, расставание с бабушкой, которая ее вырастила. И самая моя насущная, самая большая тема, самая больная насущная тема – это разлука с ребенком, когда мама спустя 19 лет встретила свою дочку, обвиняющую ее в том, что она бросила своего единственного родного ребенка в три годика. Как красиво мама объясняет, что я тебя не бросала, они судами, через адвокатов тебя отняли, у меня не было другого выхода, просто как уехать. И вот этот момент их разговора, их диалога, он длился совсем там какие-то доли минут, да, очень-очень недолго. Но как красиво актеры передали свои чувства. Как красиво главная героиня сыграла первую близость с мужчиной извне. Хотя я думаю, что очень вряд ли такое могло быть в жизни, потому что девочка запуганная, она переполнена страхами, особенно страхами относительно мужчин. У нее есть, безусловно, внутренняя претензия к мужскому миру, плюс у нее есть страх общения с противоположным дружелюбным полом. И вряд ли в жизни такое могло быть, что девочка могла себе позволить такую связь. Очень красиво, когда она пробовала некошерную еду и ждала, что ей будет плохо, что она вдруг сейчас умрет. И этого всего не произошло. И ее шок, и ее удивление, что как так система оказалась неправа. Но я думаю, что главная мысль этого фильма не в том, чтобы показать, какие ортодоксальные евреи ужасны. Смысл не в этом. Смысл в том, чтобы показать систему, внутри которой погружен человек, который не может выбраться из этой системы. То же самое есть у мусульман. То же самое есть у православных. Которые заточают девочек вот в эти условия, рамки, правила, догмы. И девочки, будучи 17-18-летними, они даже не знают, а как бывает иначе. И только стоит им соприкоснуться с внешним миром, который является реальным, настоящим и даже интересным, у них возникает внутреннее сопротивление, бунт. Они сталкиваются со своими страхами, с другой стороны сталкиваются со своими желаниями. И самая главная мысль и позиция человека, что он будет дальше с этим делать. Он будет дальше проживать свои страхи, он дальше останется в этой боли, в разочаровании. Либо он позволит себе вырваться из системы и попробовать, как это иначе. Тут нет гарантии, что будет лучше, не факт. Нет гарантии, что будет хуже, тоже не факт. Но не попробуешь, не поймешь. Ну вот как-то так. Опять же, это свойственно людям с чертами характера лидера. То есть обычный человек, который привык жить нормальным образом жизни, который привык жить из серии «Работа, дом, работа, дом», ему, может быть, сложно будет это понять, потому что здесь надо быть революционером, бунтарем, человеком, который сопротивляется и не хочет больше жить по таким правилам. Это непросто, но возможно. Фильм меня очень приятно шокировал, он меня тронул, хотя моя сестра, например, говорит, что вообще ничего особенного. Почему? Потому что она эту боль не пропустила через себя, потому что у нее такой ситуации, слава богу, в жизни не было. Но поскольку я это все пропустила через себя, просто, знаете, оболочка чуть-чуть другая, картинка немножко другая, а внутри все происходящее, вот это состояние, вот это самоощущение, позиционирование себя, желание. Когда она вытаскивала бумажную клавиатуру, потому что ей не разрешали играть на фортепиано и заниматься музыкой, и она по цифрам учила, разучивала ноты. Вот это мне понятно и очень близко. И, глядя в этот фильм, я вам честно скажу, я рыдала все четыре серии по 50 минут, потому что я не только видела себя, я проживала эти чувства заново. Я понимала, что такое, когда тебя ограничивают, когда твои творческие порывы пресекают, когда твою душу заточили в золотую клетку и хотят подчинить ее себе. Вот это вызывает сопереживание, сочувствие и, наверное, сопричастие с этой картиной. Я очень благодарна режиссеру за то, что она посмела такую дерзкую картину, нашумевшую картину оформить в сериал. Благодарна за то, что это не 25 серий, а всего 4, за то, что хороший конец все-таки. Благодарна за то, что у этой девочки ее ребенка не заберут, и она будет жить со своим ребенком. Настолько это созвучно мне и моей душе, я вам очень рекомендую просмотреть этот фильм, потому что он раскрывает те аспекты в жизни женщины, в первую очередь, которые, может быть, находятся за занавеской, и нам, обычным людям, это не видно. Фильм называется «Неортодоксальная», там всего 4 серии по 50 минут. Обязательно посмотрите, как только посмотрите, оставляйте свои комментарии под этим видео. Ставьте, пожалуйста, лайк для энергообмена. Спасибо всем, кто был со мной, дослушал этот ролик до конца. Я вам желаю солнца внутри, хорошего настроения, берегите свое здоровье, и подписывайтесь на мои каналы в Инстаграме и в Ютубе. Обнимаю вас солнцем, до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok